Что же такое тотем? Слово это экзотического происхождения, и взято оно из языка североамериканских индейцев. В научный оборот это слово введено с 18 века, то есть впервые оно появилось в 18 веке, об этом слове узнали. Но сто лет назад, в начале 20 века, большой интерес проснулся у научной среды, и очень много и филологов, и психологов, в том числе Фрейд, писали, изучали это явление. Какова этимология? Слово. Оно, как я сказала, родилось у североамериканских племен индейцев. Переводится тотем, как его род, то есть из двух слов. Сейчас попробую вам рассказать вот это вот, на примере похожести на наш язык. Ну, я узнала эту версию, и в принципе она и имеет право на существование, про то, что есть созвучие с нашим языком. Ну, давайте по порядку. Означает родовую принадлежность, но не по семейным узам, а об объединении себя и своего племени с каким-либо животным, растением. То есть родовая принадлежность какому-то животному, растению. Это может быть стихия, вода, ветер, молния, или предметом даже, то есть минералом, камнем. Вот, несмотря на кажущуюся нерусскость, понятие тотем, оно созвучно с русским отец, отчество, отчим. Вот это группа слов. В оригинале слово тотем, оно звучит так, оте, 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 оте означает род, а отем это его, как местоимение употребляется, но и в совокупности, как я уже сказала, это его род. То есть индейский корень отец как бы полностью совпадает с русским наименованием отцовской принадлежности. Ну, сюда, если углубляться, можно еще накопать очень-очень многого, потому что по легендам, мифам, древние вот этих вот индейцев, североамериканских древних, когда-то к ним много-много тысяч лет назад, еще задолго до Колумба, высадились белые бородатые боги. Есть идея о том, что, в общем-то, это были славянские народы. Вот здесь на слайде я вывела значение тотем из словаря, то есть если обратиться к словарю, то мы воспроизводим тотем как животное, растение, предмет или явление природы, являющееся предметом религиозного поклонения у некоторых родовых групп, родоплеменного общества. Это одно объяснение, то, что дается в словаре. Но посмотрите на вторую сторону. Тотем – это энергоинформационная матрица. В словаре этого нет, конечно же. Обладающая набором определенных характеристик, способная влиять на какую-либо часть человеческой жизни. Почему это так? Друзья, это так, потому что у человека есть коллективное, индивидуальное сознание. У него есть душа. А вот у животного, животное живет коллективным сознанием. У животного нет души как таковой. И поэтому, когда мы говорим об информационной матрице, мы имеем в виду, что все животные, группы животных, растений, всего, что когда-либо с момента рождения присутствовало здесь на планете Земля, имеет вот эту информационную матрицу, энергоинформационную матрицу. Кто-то может сказать, что это похоже на эгрегоры. Да, в чем-то это похоже на эгрегоры. Но мощь несравнимая. Даже с самым мощным, самым сильным, искусственно созданным эгрегором несравнима. Он пылинка по сравнению с тем, что представляет собой энергоинформационная матрица живого пространства, и групп, животных, растений, минералов, всего, что создано природой, всего, что создано планетой. Вот почему всегда, когда мы с вами будем говорить о тотемах, мы должны помнить, что существует понятие такое, как род, племя, история, но сила, накопленная в этой матрице, она способна на чудеса. И можно следующий слайд. Конечно, говоря о тотеме, мы все равно будем обращаться к понятию тотемизма. И тотемизм – одна из древнейших форм первобытной религии. Но тогда это было религией, потому что людям необходимо было каким-то образом идентифицировать себя как народ, как племя. Сейчас у нас есть государство, да. Но, кстати сказать, вот если проследить всю эту систему геральдика, которая сохранилась у многих стран, и покопать вот эти вот корни, то они по-любому уйдут в глубокую древность и в тотемизм. И вот все вот эти сыновья койота, сыновья ворона, сыновья кукурузного початка, большой медведицы, грома, бегущего ветра – это все, как люди обозначали свою принадлежность к той или иной силе. Эта система полусоциальная, полусуеверная, можно назвать с научной точки зрения как бы ее полусуеверной. Она весьма распространена была среди дикарей прошлого и племен настоящего времени. И согласно этой традиции, этой системе, племя или коммуна, она разделена на несколько групп, кланов, члены которых себя считают родством с общим почитаемым предком среди явлений природы, животного, птицы. Но что интересно, здесь идет четкое разделение и считается, что внутри одного тотема люди не могут вступать в брак. И тогда они ищут себе партнера из другого племени. Если вспомните сейчас книжки, фильмы, в которых проскальзывает эта тема, можно как раз убедиться в том, что эта история, она все-таки озвучена, озвучена обширно, широко. Потому что это было интересно. Дикие племена считались чем-то экзотическим всегда. Но я вот о чем хочу сказать. Для нас это дикие племена. Для нас многие сейчас считаются дикими. Но они дикие с точки зрения той цивилизации, которую вы выстроили мы с точки зрения материализма. Потому что во главу угла человек уже давным-давно поставил материальные ценности. В ценности этих народов и племен лежит слияние, отождествление себя с природным, с изначальной силой. Ну, конечно же, это совершенно другое мировоззрение, но в этом есть чему поучиться. Действительно есть.